что друзья вот мы на дилер шипе компании bmw бмв как вы говорите там по-русски а вот здесь принято говорить bmw так в английском название ну да это электрическая это электрическая так а какие-то другие есть кроме электрической что-то здесь ничего больше не стоит может еще где-то может пройти может быть пройти куда-то надо лир шипе никого не было ни одного живого человека ни живой души то ли их там вообще нет то ли как-то вот не до нас то ли там они с кем-то работают вот свет иди сюда вот он 5 стоит но это в данном случае он не совсем новый но вот как тебе размер такой он типа моего может быть может быть чуть-чуть побольше да открыт нет нет они они не оставили машину открытый безусловно а где они новые я что-то не пойму знаешь что слетание вон там поэтому туда пешком продать мы наверное не доехали да это тоже bmw мы просто вставить встали не в том месте мы встали там где машины наверное из уже бывшие б.у.да а вот это новые сейчас посмотрим дело вот эту модель но это единичка то есть он вас но по размеру он как бы да я не знаю света насколько он шикарный с точки зрения там лакшери и так далее но по размеру это может быть то что ты хотела так давай посмотрим это что а это такой же это видимо тоже единичка а вот тот у нас трешка но надо сказать что трешка не маленькая трешка трешка совсем не маленькая трешка ли это да это трешка x3 ну чё скажешь то есть даже трешка громадный представь себе как расскажет за пятерку света так ну-ка неужели вот эта пятерка а это какой-то спортивный вариант так ну давайте посмотрим так да вот эта пятерочка да эта пятерочка свет а как тебе вот этот посмотри вот эта пятерка еще где ну вот этот ты знаешь что сзади он не у нее не широкий он нормальный такой обычный короче по ширине он нам ничего нет нет третьего там нет то есть ты хочешь каши пятерка слишком большая солд и даже нет но трешка ну ты чё давай знаю что может быть внутрь зайдем света нет внутрь зайдем да пойдем внутрь ерка единичка вот это правильный ну давай туда заберусь хочешь давайте я туда заберусь друзья ну вот иди сюда возьми камеру свет иди сюда пожалуйста посмотри вот давай я сяду а ты меня отсюда будешь на камеру снимать это окно открою или она не открывается ну не знаю это как нет сейчас пока не открываю я не буду закрывать но отодвинься то тебе тесно вот тут все наверное на этом самоседине ну сказать что здесь тесно я не могу внизу здесь внутри очень приятно панель такое ощущение что из 50 давай камеру сниму панель вот это такая какая доисторическая как вот на приемничке на старом внутри сиденья ну аскетич ненько аскетич ненько но это света да садись ну садись садись я хочу сказать что здесь как бы немножко аскетична слышишь но не не противно здесь нормально много места тут для камеры полно места фанелька все такое единственное что я бы сказал что она может быть чуть чуть маловато ну вот вот я рукой так дотягиваюсь нет мне безусловно не тесно если я закрою дверку я честно говоря даже в мыслях не имел единичку это довольно высокая да очень высокая я могу конечно тут подняться на сиденье но все равно место для головы очень белая нету другая совсем машина черта на на ней писан бойко пойдем посмотрим посмотрим на двоечку посмотрим на двоечку данном случае вот на ту в которой я сажусь какой-то дел у них на 6000 дешевле отдают ну что свет по удаленности другой дверки она примерно такая же какой-то девичка она немножко ниже размером вот видно крыше и на данном место для головы более чем потому что будешь сидеть не как на стуле а так я абсолютно сижу как на стуле я могу даже подняться еще выше и вот и все равно сижу и место сколько хочешь то есть тут очень здесь хорошее сиденье очень приятно сиденье могу а что там не активировать перестала не реагирует видно ты поднял на максимальный уже давай я пытаюсь опустить она не идет как-то перестала реагировать батарея села вот но здесь классно здесь очень классно сидится абсолютно такая же панель то есть ничего не произошло все очень такое классика такая но здесь приятно здесь здесь реально приятно ты знаешь я обращу внимание на один нюанс посмотри на то сиденье сюда видишь у него она регулирует не только по высоте но него еще вот этот кончик регулируется вот у меня тоже регулируется так мерседесе да из всех машин которые мы сегодня видели это первая машина в которой вот эта часть отдельно регулируется не ломай ее не можно вытащить вот твои вот она руками руками вот так нет но вот у меня мерседесе и ты вот это движение вот этой штук и ее двигаешь вверх или вниз на двигается руками это попроще ну что же хорошо хорошо значит двоечку я посмотрел я только не очень понял что это за машина это не если что это и какие у нее габариты я здесь не вижу габариты но во всяком случае они на нее какой-то дел у них особый они на 6 тысяч дешевые предлагают ну не знаю я проделал ничего но внешне она тебе не понравилось чеку нее хорошие у этой двоечки да там ну давай я не уверен что короче свет она практически такая тоже багажник один в один вот насчет насчет габаритов можно уточнить но у меня ощущение что они абсолютно одинаковые а давай на пятерочку глядем значит это была единичка вот беленькая была двойка беленькая была двойка и мы не пробовали тройку и мы не давай на троечку пойдем так это у нас тройка легковая а нам нужно пойдем посмотрим хэтчбэк то вот эта пятерка она конечно здоровенная ну чё это держи свет камеру вот а я попробую так так ну что ж она не производит впечатление сильно большой то есть она не больше чем моя нынешняя такая примерно большая но по сравнению со многими да то есть может быть в идеале правильный размеру именно у тройки такой размер как вот мне было бы а единичка нет ли теснет единичка тоже ничего тоже ничего я только не не уверен вот по уровню лакжури там ты знаешь рукоятки все те же самые панель абсолютно та же самая то есть вот в этом смысле вот как вот вот тут да абсолютно никакой разницы нет то есть видимо разница не в технологиях а в чем-то еще вот допустим в размере может быть нагруженность у них разное но в отличие вот от той электрической что мы как-то садились несколько недель назад где я просто не мог сидеть очень хорошо да что было ужасно это просто замечательно то есть можно можно водить можно можно жить я не знаю как она водится может быть надо с кем-то перекинуться на эту тему в чем там разница между этим и тем посмотреть ну в общем хорошо отлично надо сказать друзья что вы уже и трешки посидели и ну никакой разницы вот внутри нету тут к нам подошел sales person его зовут алекс так вполне русскоязычный да мы с ним поболтали говорим а в чем разница между между машинами в этом практически ни в чем это вот больше там где где-то покручь там и так далее а так они все в общем так похоже и действительно чисто внешне надо сказать внутри очень похоже мы сейчас с ним сделаем коротенький такой тест драйв коротенький не выезжая на хавей потому что оказалось что тут продавцов особо нету все заняты ночи суббота конечно и у него тоже appointment там через там полчаса поэтому мы с ним коротенько так прокатимся вот я не знаю будет ли он возражать чтобы мы записывали но во всяком случае я не знаю твоих кнопочек тебя тебе ответят все люди которые знают вот такие такие дела света советуют чтобы прокатились на единичке почему-то вот единичка скажи почему единичка у нас потребности нет большой машины это лишние лошадиные силы ты едешь на работу с работы но максимум едем санта-круз 4 вилл драйв даже четыре цилиндра тебе можно на да то есть я просто не понимаю а зачем вот у меня все время крутится вопрос зачем я согласен с тем что даже моя машина на которой я сейчас еду она малька великовата то есть скажем если она же да поменьше может быть было бы неплохо вполне ты туда не вижу тут я еще юсб порт какой-нибудь ну это вообще не вижу ну тебе покажут если до этого дойдет мы отправляемся на единички в тест-драйв так значит мы идем на ручки надо смотреть да какая передача на ручку а там есть буквы это это передняя камера лежать это задние так что прям вот туда на них так как так как же чё они подвинутся как потенциал не не собираетесь окей вау направлен так ну пошли направо окей хорошо значит так что ты тут ага с педальками ну чего мне пока нравится среднюю линию так честно итак и ускоряемся до конца до конца я понял понял но я обычно так не езжу но мы сегодня вы же необычный яйц вы испытываете за да вот ты как космонавт хорошо так здесь не шумно на самом деле как все это в точке зрения так этот шум от кондиционера будет у меня вот так под ногами там стучит что-то это стучит но естественно машина это жесткая подвеска да у меня да нет под ногами стучит потому что по яму в левую сторону станции возьмите сейчас отсюда прям флор прям флор выиграть с грузовичком разойтись ну попробуем этой конечно не мой стиль но ой 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 да Тернинг радиус, как бы радиус. А, радиус, окей. Это хороший вопрос. Да. Вообще, мне нравится, как она ходит. И... Так, ну давайте. Тернинг. Тернинг радиус у неё практически на месте она. И прямо разворачивается. Эх! Ну, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ну, я аккуратно, я аккуратно. А она контролирует расстояние до предыдущей машины? Нет. А как она контролирует? Нет, ну потому что Mercedes останавливается меньше. Это есть автоматическая опция? Да. Есть такая опция? Да, есть такая опция. Здесь тоже есть? В этой конкретной машине нет. Но в этой модели? В этой модели нет. В единичке нет. В этой модели есть опция, что у вас на Head-Up Display будет показываться красный такой сигнал, что вы близко приблизились. Понял, понял. И она будет... Светик, что ты скажешь, как тебе машинка? Я не знаю, Миша, это тебе машина. Что ты меня спрашиваешь? Ну, ты бы на такое поехала? А что у меня? У меня и своя. Мне не нужно на это. А если я пьяный? Ты если пьяный, я, наверное, довезу тебя на это. А когда ты бываешь пьяным? Я не бываю пьяным. Я говорю, вдруг вот ситуация такая. Если это достаточно, можно налево и встать, если бы тут прилетаться, погрануть налево. Хорошо. Где налево? А, вот где-то тут и здесь дальше. Дальше. Дальше, окей. Вот здесь вот. А, вот тут. Окей. Следующее, что вы хотите? Такой вопрос. Вот эта машинка. Подождите, аккуратно. Следующее, что вы хотите? Попробовать. Света, скажи. Мне ничего не надо, Миша. Это тебе машина. Ну, давайте трешку попробуем. Тогда направо. Вот сюда. Нет. Прямо. Окей, поехали. А ехал с мыслью о пятерке, ты понимаешь? Ну, пятерка уже все танк просто. Ну, что это на танке поедешь? Да, большая. Сейчас вообще какое-то поветрие вот на машинке поменьше. Да, конечно. На ней бензин меньше. Так, куда? Куда? Прямо, прямо, прямо. Так. Продолжаем. Да. Направо. Стопитесь. Туда? Да. Окей. Еще раз. Вот тут. Еще раз. Как мы хитро едем. Да. Ага. Вот мы и встали. Уже. Все, встали? Здесь можно. Понял. Отлично. Отлично. Уже. 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 Номер. Уже. Уже.